Всем привет, дорогие друзья! С вами проект «Хочу свой дом» и сегодня мы будем говорить о выборе технологии вашего будущего дома, из чего он будет построен, а также о тщательном подборе будущего застройщика. Давайте начинать, будет интересно. Поехали! В общем и целом, давайте начнем с выбора технологии. Давайте сразу разделим это на две части. Либо это каменное строение, либо это деревянное. И сразу оговорюсь, все говорится на дилетантском, обычном, простом языке. Мы делимся своим опытом специально для вас, для того, чтобы вы не наделали определенных ошибок или в чем-то, может быть, вам подсказали и помогли. Это сразу уяснили, двигаемся дальше. Выбираем, камень или дерево. Ну, вопрос на самом деле риторический. Многим нравятся каменные дома, многим нравятся деревянные. Возводят дома из камня разной категории. Это может быть тот же самый газобетон, это может быть керамогранит или еще как-то. Это, в общем, очень много вариантов, из чего будет построен ваш будущий дом из камня. Напишите, кстати, в комментариях, какие существуют технологии строительства из камня. Потому что мне приходит только газобетон. Но в случае Крыма это, допустим, еще песчаник. Дальше. Дерево. Опять же, технологий застройки из дерева много. Это каркасно-панельное строительство. Это строительство из цельного куска дерева. Это, может быть, из бруса или из чего-то. Но мы заострили свое внимание и выбрали технологию нашего будущего дома. СИП-панели. Что это такое и откуда это взялось? На самом деле технологии уже чуть меньше 100 лет. В начале того века канадцы, а это очень люди умные и прагматичные, и специфические. Опять же, климат у них определенный. Очень холодный, ветреный и так далее. Они придумали, что, оказывается, пенополистирол и дерево это очень хороший утеплитель. И из этого можно, в принципе, строить здания и сооружения. Поэтому СИП-панели я оставлю на всякий случай ссылочку, где можно прочитать про СИП-панели. Вы просто почитайте, изучите их так же, как и мы. И, может быть, вам понравится. И вы выберете технологию застройки СИП-дом и СИП-панели. Как вы поняли, мы выбрали СИП-панельную технологию. И поэтому дальше, в последующем будем рассказывать вам за проект, который будет построен и строится сейчас из СИП-панелей. В этом моменте мы решили. Вы для себя выпишите на листке бумаги все плюсы, все минусы. Другая технология. Все плюсы, все минусы. Опять же, я для того, чтобы, скажем так, не отнимать у вас много времени, основные нюансы для себя выписал в заметках. И сейчас вам их озвучу о своей мысли на протяжении всего этого времени. Давайте начнем с того, что мы выбираем технологию. Определились так же, вы так же, как и мы, склонились к тому, что ваш будущий дом будет из СИП-панелей. Вы начинаете с следующего. Нарисуйте, я прям читаю. Нарисуйте, пожалуйста, вашу будущую планировку дома. Продумайте моменты, касаемо вашего быта. Ваших хотелок и возможностей по финансам. Отразите это все на схеме, на листе бумаги. И сейчас я коротенечко, на пару минут вам расскажу, что это такое, что я сейчас прочитал. А все очень просто. Потому что мы, вообще, когда это все создавалось, планировалось, мы хотели одно. Потом, когда начали это все переносить на бумагу и сочетать со своими финансами, получилось абсолютно другое. Вы можете сказать, что ну, надо типа лучше думать. На самом деле нет. Стройка это такое дело, что даже в начале, на начальных этапах ты где-то летаешь в облаках. Тебя приземляют цены, тебя приземляют меняющийся курс валют. И вот это все, что происходит у нас вокруг. Поэтому сначала мы хотели определенную конструкцию, а в итоге будем строить и строим то, что получилось в итоге. И это, можно сказать, роды проекта. Ты постоянно рисуешь, 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 конструируешь, подгоняешь это под свои финансы, делаешь какие-то определенные моменты. Так вот, суть моего предложения до этого была в том, что все ваши хотелки надо с первого дня отображать на бумаге. Компоновать их с финансовыми возможностями и думать на будущее. Следующий момент. Подумайте о будущих строениях, таких как веранда или крыльцо. Да-да, именно сейчас об этом надо подумать. Именно на выборе этапа технологии строительства и выбор, тщательный подбор застройщика. Потому что, когда вы начинаете обживаться, вы думаете, блин, вот здесь бы клево было крылечко. А дом уже поставлен, уже надо какой-то отдельной работы по фундаменту, эту опять грязь смесить, еще что-то. Не обязательно возводить это крыльцо. Поставьте и уже запланируйте, что здесь будет крыльцо. Под него будет и фундамент сделан и так далее, и так далее. Ага, вот здесь хотелось бы веранду открытую, точнее террасу. Подумайте об этом заранее. Нанесите, запишите себе в заметки. Не надо думать об этом потом, подумайте об этом сейчас. Это наш вам совет. Далее. Начните переговоры и мы плавно переходим ко второй части этого видео. Тщательный подбор застройщика. На самом деле тема такая риторическая, потому что это рынок. Здесь одни продают, другие покупают. Это рынок услуг. Мы к этому подходили в течение нескольких месяцев. И на данный момент в каждом нашем видео есть ссылочка в описании, потому что за этих ребят стыдно не должно быть и не будет. Строительная компания, которая находится и базируется здесь в Крыму, в Феодосии. И самое что главное, эти ребята приехали несколько лет назад в Сибири и начали развивать и качать этот бизнес здесь. То есть вы должны понимать, почему именно не местные. Ну, потому что везде, в любом регионе, Москва, Питер, Крым, Краснодарский край, Дальний Восток, Средняя полоса, Сибирь, у всех менталитет разный. Крымский менталитет стоит отдельного видео, мы сейчас не будем об этом разговаривать. Очень рады тому, что строят нам сибиряки. Дальше. Проблема не в том, кто строит. Проблема в том, точнее, не в том, кто по роду строит, да, то есть кто они там, крымчане, не крымчане, а в том, как они это делают, как они подходят к этому. Так вот, тщательный отбор застройщика. Это такие моменты, которые вы переживете или переживаете на данный момент. На какие ошибки стоит обратить внимание, то есть на какие ошибки не стоит, точнее, каких ошибок не стоит делать. Ну, в первую очередь, это обратиться к первому попавшемуся. Это первый момент. Второй момент. Наверное, не стоит обращаться к частникам. Это второй момент. Третий момент. При подборе компании-застройщика, если вы все-таки выберете эту технологию строительства СИП-панелей, если вы, допустим, так же, как и мы, хотите построиться в Крыму и строитесь в Крыму, вы должны для себя понимать, любая компания, частный мастер с Авито, частный мастер с Яндекс.Услуг должен отвечать определенным критериям выбора. Какие они? Своё производство, своя сформированная команда, практика, опыт, качество, построенное здание. Всё это мы увидели. Мы увидели своё производство, мы увидели американское оборудование, мы увидели работу именно тогда, когда она проходит, мы увидели материалы, из которых это всё делается, мы увидели здания, из которых уже построено, мы пообщались с владельцами этих зданий, потому что можно подговорить одного человека, но нельзя подговорить 10, 20, 30 домовладений. Правильно? Правильно. То есть, обращая внимание на эти моменты, мы пришли, считая, обращаясь к нескольким организациям, получая от них какой-то фидбэк, который нам понравился, не понравился, мы остановились на том, что находится по ссылке в описании. Решать вам, обращаться к ним или нет, но от себя хочу сказать следующее. Не совершайте тех ошибок, которые могли мы совершить, но в итоге не совершили. Я не буду сейчас ни на кого наговаривать, не делать никому чёрный пиар, добрый пиар, но это Крым, и здесь надо иметь ухо востро. Имейте это в виду. Дальше. На этапе переговоров с будущим застройщиком основной и, наверное, завершающей мыслью будут вот такие слова. Задавайте вопросы. Что это такое? Задавайте вопросы. Всё, что вам интересно. Всё, о чём вы хотите спросить. И если вы будете получать адекватные ответы на них, даже не то, что если вы будете, нет, требуйте, просите адекватных ответов на ваши вопросы. Потому что половина вот этих вот застройщиков отсеется на этапе пары-тройки вопросов. А это вот так? Да, вот это вот так. А почему вот это так? И всё. Поплыли следующие. Именно вот на такие нюансы в этом видео я хотел и обратить ваше внимание. То есть выбор технологий строительства. В нашем случае мы определились, что это СИП-панели. Быстро, недорого, качественно, надёжно. Дома-термосы. И мы вообще за СИП-технологию поговорим в отдельном видео. И выбор, тщательный выбор застройщика. Спланируйте всё заранее. Спланируйте, что по первой части видео про технологию строительства, про ваш будущий проект, что по поводу застройщика. Задавайте вопросы и требуйте адекватных ответов. С вами был Павел. Спасибо за просмотр данного видео. Обязательно рекомендую вам посмотреть весь плейлист «Хочу свой дом». Потому что там я рассказываю о выборе участка, об СНТ, ИЖС, о подключении видеонаблюдения. И все этапы работ будут сниматься и рассказаны вам. Вы воочию можете это видеть в каждый день на протяжении всей стройки. И в последующем будут оставаться и уже остаются стримы. То есть это прямое включение. Прямо сейчас вы можете посмотреть, зайти, как строят дом. То есть вот прямо онлайн. Это одна из единственных строек в Крыму, которая происходит онлайн прямо на YouTube. Заходите к нам на стрим, подписывайтесь на канал. Обязательно ставь лайк, если понравилось. Два дизлайка, если не понравилось. Пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok